Почему закрывается черновик? Куда деваются средства, выделенные на погашение безработицы? Почему Дагестан признали самым худшим регионом для развития детей? И почему предвзятость дагестанских судей остается безнаказанной? Вы смотрите обзор пресса. Здравствуйте! Черновик закрывается. Именно под таким заголовком начинается первая полоса газеты. Как, почему, кто, зачем? Разумеется, возникнут подобные вопросы. Ни для кого не секрет, что газета за недолгие годы своего существования завоевала не только скандальную репутацию, но и авторитет среди независимых СМИ Северного Кавказа. Черновик – один из немногих еженедельников, который держит чиновников в некотором напряжении, раскрывая те или иные секреты их не всегда законной деятельности. Это газета, которая, как правило, стала последней инстанцией, куда может обратиться любой гражданин, столкнувшийся с произволом в республике. Вероятно, теперь это стало называться не иначе, как предательством национальных интересов. «Да-да, мы все о том же, а ведь скандал-то так и не исчерпан», – поспешила редакция Черновика с выводами. Судя по всему, извинения, принесенные представителем Федерального агентства по делам национальности за оскорбительные слова их руководителям в адрес Черновика оказались самой настоящей – фикцией. В понедельник источники Черновика в правоохранительных органах сообщили, что по просьбе Рамазана Абдулатипова в одной из силовых структур республики готовится справка закрытого характера, в которой будет содержаться список дагестанских СМИ, журналистов и блогеров, чья деятельность может быть обозначена как подрывная, поддерживающая экстремизм. По данным Черновика, такая справка к четвергу уже была подготовлена, и в ней особое место отведено ведущим дагестанским еженедельникам. Справку, как утверждают источники Черновика, попросили подготовить для того, чтобы руководство республики могло показать ее на федеральном уровне, и уже затем, вручившись их поддержкой, добиться того, чтобы государство показало свою силу и мощь. Дельца эксклюзивной информации – Черновик. Вот такой вот привет от Белого дома. Так что готовьтесь, коллеги уважаемые. Упомянутые на третьем форуме СМИ из КФО «Черновик», «Новое дело» и «Республика» возможно подвергнутся прессингу со стороны местных властей. Сильная власть не шельмует оппозиционную прессу, налаживает с ней конструктивный диалог. А там, где нет независимых СМИ, умная и ответственная власть создает условия для их появления и развития. Для сильной, умной и ответственной власти независимые СМИ – это дополнительные каналы коммуникации, обеспечивающие ее обратной связью. Если кому-то, гражданину Баринова, Абдулатипова, Алиева, не нравится то или иное издание, то они его не покупают и не читают. А если по роду своей деятельности государевы мужи обязаны читать и находят нечто выходящее за рамки, то должны руководствоваться Конституцией. Признаюсь, мне тоже не всегда по душе некоторых материалов этих еженедельников. Но около 30 тысяч дагестанцев еженедельно голосуют за них своими кровными. Или народ только электорат, и его голос ничего не значит? Комментирует ситуацию на страницах нового дела известный дагестанский журналист и общественный деятель Алик Абдулгамидов. О том, почему все-таки закрывается черновик, от кого и от чего, считайте, с первых полос газеты под одноименным заголовком «Черновик закрывается». Несмотря ни на что, черновик следит за развитием событий. 22 декабря на последней сессии Народного собрания принят бездефицитный бюджет на следующий год. Правда, такой позитивной финансовой картины для республики планируется достичь путем продажи газовых сетей. Но сегодня речь не об этом. Любопытная дискуссия развернулась на сессии между председателем Комитета Народного собрания по строительству ЖКХ Ахмедом Изиловым и в Рио министра труда и социального развития Мусаланом Тахмановым. Яблоком раздора оказались дополнительные средства в размере более 4,5 млрд рублей, поступивших из федерального бюджета в конце года, из которых значительная часть идет местному отделению ФОМСУ на уплату за обязательное медицинское страхование неработающих дагестанцев. По словам Изилова, государством выделяется миллиарды рублей для снятия напряженности на рынке труда. Но число безработных не просто не сокращается. А увеличивается с каждым годом. Отсюда у чиновника возник вопрос, куда девается средство. Ситуацию попытался разрулить Мусалан Тахманов. Сумма, что назвал уважаемый депутат Изилов, в первую очередь, это выплаты пособий по безработице гражданам, стоящим на учете в центрах занятости. Снижение неформальной занятости – это другой вопрос. К службу занятости люди обращаются добровольно. Приводит пояснение Тахманова Черновик. Возможно, ответ Тахманова звучал бы несколько иначе. Или вовсе не звучал бы. Если он мог бы предположить, что за этим последует. Дело в том, что Ахмед Изилов, даже глубоко не вникая в этот вопрос, говорит правду. А Тахмановщина, которая продолжается в республике десятилетиями, занимается обманом государства. Ежегодно мы создаем рабочие места от цифры незанятого населения 2 миллиона 600 тысяч. Она была накачана Фомсом в свое время, когда деньги получали из федерального бюджета. Потому что была такая психология максимально доить федеральный бюджет, а потом дербанить его здесь. А сегодня, когда изменилась ситуация, и нам самим приходится платить Фомс, мы ограничиваемся такой демагогией. Цитирует глава региона Черновик. Жестко отчитав чиновника, Амдулатипов поручил республиканскому правительству довести число безработных до 300 тысяч человек. Хотя сложно представить, насколько это осуществимо в нынешних реалиях, учитывая, что данные по показателю безработицы во всех республиканских ведомствах сильно разнятся. На сайте Дагстата говорится о том, что общая численность безработных в Дагестане в январе-майе 2015 года составила 1 миллион 386 тысяч человек. При этом численность экономически активного населения в среднем по Дагестану составила 1 миллион 293 тысяч человек. На октябрьской сессии Народного собрания озвучивались совсем другие цифры. Из общего числа застрахованных граждан, а это 2 миллиона 700 тысяч человек, работает всего около 400 тысяч. За остальных неработающих республика доплачивает в бюджет Фомса более 14 миллиардов рублей, пишет еженедельник «Настоящее время». Между тем, очередной булыжник в сторону Кавказа бросил полномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Астахов. Только мы начали отходить от его неадекватного заявления о сморщенных к 27 годам кавказских женщинах, к слову сказать, через полгода мне тоже будет 27, как Астахов создал еще один повод для обсуждения. Он назвал десятку благополучных и десятку неблагополучных для детей регионов. По данным этого рейтинга Дагестан попал в десятку худших. Чем руководствовался Астахов при составлении рейтинга, неизвестно. Но, как пояснили в аппарате полномоченного главы Дагестана по правам ребенка, единственным критерием, на чем основывались составители рейтинга, это число обращений граждан, поступивших в адрес Астахова. В отделе приема обращений сидит 10 сотрудников день и ночь, проверяющих письма и жалобы. Ни одно обращение мы не игнорируем, но тем не менее, большинство из них не соответствует действительности. Бывает, что человеку нечего делать, но писать-то у нас все умеют. Так вот, сидит человек и пишет о какой-нибудь пустячной или надуманной проблеме. И как мана небесная ждет от нас ее разрешения. Комментирует в настоящем времени полномоченная главы Дагестана по правам ребенка Интизар Мамутаева. Всегда крайне критически относилась к подобным рейтингам. А уж если они исходят от такого, как господин Астахов, подавно. Так как Астахов конъектировщик, он говорит то, что ему прикажут, или то, что ему выгодно. Поэтому в последнем рейтинге, на мой взгляд, больше политической подоплеки. Это не означает, что абсолютно все в плане детства в нашей республике в порядке. Нет, конечно, есть много проблем и нерешенных вопросов. Но и называть республику Дагестан в числе худших основания не вижу. Заявила председатель Ассоциации некоммерческих организаций в сфере детства Лейла Гамзатова. Конечно, для дагестанцев заявление Астахова видится обидным и несколько преувеличенным. Однако нельзя отрицать, что проблемы в этом направлении в республике действительно есть. Если бы средства тратились бы как можно рациональнее и разумнее, тысячи детей не стояли бы в электронных очередях в детские сады. И причем, как сказал один из муниципальных чиновников, в очереди стоят чуть ли не вдвое больше детей, чем тех, кто уже посещает садики. И этот провал местных властей в части реализации майских указов президента России надо признать. Мы не справились с реализацией программы во многом из-за того, что у нас высокие показатели рождаемости. В последние годы вырос спрос жителей республики на дошкольные образовательные услуги, в том числе в связи с необходимостью выхода на работу. Махачкале это связано с миграцией. В новых районах темпы ввода в эксплуатацию социальных объектов значительно отстают по сравнению с темпами ввода жилья. Рекомендации от правительства России и федерального ведомства мы пока не получили. Но уже сейчас, с учетом стоящих в очереди детей от 3 до 7 лет, исходя из стоимости строительства на одно место, можно сказать, что республике на реализацию указа необходимо от 15 до 20 миллиардов рублей. Оправдываются специалисты Управления общего образования Министерства образования и науки республики на страницах нового дела. Ну а мы возвращаемся к проблеме российского правосудия. Здесь, как всегда, масса вопросов и нестыковок. Больше двух лет тянется уголовное дело экс-вице-премьера правительства Дагестана Магомед Гусен Анаструдинова, которому предъявлено обвинение в крупном мошенничестве. Напомним, по версии следствия, Анаструдинова со соучастниками подделала документы, по которым имущество газовых сетей детей муниципальных образований стоимостью 58 миллионов рублей перешло в собственность компании Дагаз. На протяжении этого времени Черновек вел прямые репортажи с зала судебных заседаний, в которых описывались грубейшие нарушения дагестанских судей. Последнее заседание подтверждает факт предвзятости судей Верховного суда Курбана Зульфигарова к подсудимому и его стремление к постановлению обвинительного приговора. Дошло до того, что адвоката Анаструдинова выразили судье недоверие и ходатайствовали объем в отводе, который он в последнем издании, конечно, отклонил. Один из ключевых участников процесса на данном этапе – сотрудники Республиканского центра судебной экспертизы, которые должны провести товароведческую экспертизу газовых сетей, на основании выводов которых обвинение должно закрепиться либо рухнуть, не явились на суд. Однако это вовсе не смутило судью Зульфигарова, и он сухо сказав, что эксперта нет, и неизвестно, когда он будет и будет ли вообще, приступил к рассмотрению дела. И это при том, что в выводах экспертиз, проведенных в разное время, выявлены грубейшие неточности, могущие повлиять на исход дела, пишет Черновик. В статьях Черновика описываются конкретные факты нарушения судей, сказанные из уст адвокатов Анаструдинова. Только почему-то на подобного рода материала реакция, как правило, от государственных органов власти не поступает. Мы остро реагируем на критику в свой адрес, но не хотим замечать проблем вокруг себя. Или мониторинг независимых СМИ осуществляется избирательно? Вопрос лишился о кориторике, а ответ, думается, предсказуем. Такой была минувшая неделя. Читайте газету «Черновик». Заходите на наш сайт www.chernovic.net и будьте всегда в курсе самых последних событий в республике. Ну а с вами была Людмила Магомедова. Увидимся ровно через неделю. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова